МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кардатовцы благоустроили старое городское кладбище. Ягода, но не малина. В Розаевском районе планируют собрать более 10 тонн первосортной земляники. Путевка в творческую жизнь в Краснослободском районе помнят о своем земляке, известном художнике Алексею Шалаеве. Иммерсивный театр начинается с Розаевки. В городе железнодорожников развивается новый вид театрального искусства, а также интересная информация из районной прессы. В Краснослободском районе в разгаре дорожный сезон. В этом году здесь только за счет дорожного фонда планируют привезти в типовой вид более 10 километров дорог. На улицах сел Севинь и Тенишево дорожные строители уже уложили щебеночное покрытие. В городе Краснослободске ремонтируется улица Интернациональная. На большом участке, захватывающем прилегающие переулки и привокзальную площадь, снято старое разбитое асфальтовое полотно, которое скоро будет заменено на новое. Продолжается ремонт и на так называемой старой федеральной дороге. В выходные дни бригада строителей трудилась в микрорайоне 1 в самом центре Краснослободска. Рабочие провели ямочный ремонт, соответствующий всем современным стандартам. Проливали битымом ямки, заполняли их новым асфальтом. На отдельных участках был уложен новый слой асфальтового покрытия. Микрорайон 1 – это визитная карточка города. Здесь находится много важных для города объектов. В частности, Воскресенский кафедральный собор. Отремонтированная дорога должна прослужить на радость горожанам и гостям Краснослободска многие годы. Сузгаревский водоем водолазами был выбран одним из первых не случайно. В нашей республике он известен многим. Это одно из самых красивых, популярных и комфортных мест для отдыха. Для купания здесь все оборудование – мазки, спасательный пункт, грибки. Водолазы также обследовали и очистили дно этого водоема, где разрешено купание. Наш пляж работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. И также дежурит на пляже каждый день два матроса-спасателя. Безопасное купание – это купание в разрешенных и благоустроенных местах. На Сузгаревском водоеме приняты все необходимые меры по организации летнего отдыха для людей и их безопасности. В администрации города установлен информационный щит, где подробно написаны метеоусловия, температура воды, температура воздуха, время работы пляжа, закрытие его. И самые необходимые первые правила для людей, которые приходят на пляж Сузгаревского водоема. Нам, спасателям, проще, когда люди информированы. У нас, значит, вот сзади за моей спиной висит флаг, который разрешает купание или запрещает. К сожалению, в этом году погода немного задержалась теплом. Но, тем не менее, люди приезжают сюда отдыхать со всей республики. Водичка у нас сегодня искупалась чистенькая, нормальная. Ну, что могу сказать, мостки исправны. Как в следующие годы были маленько не те, но в этом году все прекрасно. Напоминаем, что за купание в местах, где установлены знаки безопасности на воде, купаться запрещено, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа. Как известно, об уровне культуры села или города можно судить по состоянию кладбища. В Ордатове его территорию никто не облагораживал десятилетиями. В результате пробраться ко многим могилам оказалось очень трудно. Но 9 июня этого года произошло событие, показавшее, что ордатовцам далеко не безразлично. Такая ситуация. На старом городском кладбище состоялся большой субботник, собравший десятки жителей города. Они не посчитались со временем и личными делами и пришли, чтобы сделать благое дело. На субботнике собрались люди разного возраста, разных профессий, которые сочли своим долгом благоустроить погост. Все трудились, не покладая рук. Мусора было столько, что пришлось задействовать больше 20 тяжелых грузовиков. А 24 июня здесь прошел второй субботник. Людей было не меньше, чем в первый раз. Энтузиасты продолжили убирать овраг, разгребли еще несколько свалок. Пришлось спилить немало деревьев, особенно кленов, превративших кладбище в непролазную чащу. Наряду со взрослыми активно работали и дети. Остается надеяться, что усилия людей, которые уже два раза разгребали завалы, не пройдут даром и что впредь такая ситуация не повторится. Работы по сбору Виктории здесь стартовали точно по расписанию в начале июня. На данный момент с полей площадью 6 гектаров собрали уже почти 8 тонн самого популярного летнего лакомства. Ягодные культуры данное сельхозпредприятие культивируют уже много лет. В этом году вид на урожай хороший, так что жители республики без ягоды не останутся. Здесь планируют собрать более 10 тонн ароматной, сладкой, а главное – экологически чистой садовой земляники. Все сорта итальянские, мы с ними работаем. А роза, антея, мармалада. Ну вот примерно такие сорта. 5-6 сортов у нас обычно. Много чего у нас первый мороз погубил. Первую ягоду всю, весь цвет убил. И солому жгли, ну то есть старались как-то укрыть. Но все равно первый цвет почти на 80% был убит. Ну а второй поднимали уже у нас капельный полив, кормили и поливали ежедневный полив. Все сорта подобраны таким образом, что как только заканчиваются плодоносить одни, тут же на смену им приходят другие. И так в течение всего июня. Это быстрорастущие и обильно плодоносящие культуры. Сбор урожая начинается с раннего утра. В работе задействованы постоянные работники Агросоюза «Красное сельцо». В среднем они собирают по 30-35 килограммов на человека. Также здесь трудятся люди, направленные в сельхозпредприятие из Центра занятости населения. Некоторые из них работают тут уже не первый год. Есть среди них и молодежь. К примеру, провести каникулу с пользой решили Мария Шинкина и Дарья Лапаева из «Красного сельца», а также школьницы из Розаевки – Камила Тагаева и Анастасия Грачева. Красивую и вкусную ягоду прямо с грядок везут на ярмарке, а также на рынке Розаевки-Саранска. К слову, ждут аграрии и остальные дары лета. Ведь вскоре здесь приступят к сбору ремонтантной малины и смородины. Ну и, конечно же, по осени – яблок. В Краснослободске помнят о своем земляке – известном живописце и педагоге, заслуженном художнике России Алексею Шалаеве. 16 июня ему должно было исполниться 69 лет. Алексей Шалаев родился в 1954 году в селе Селище Краснослободского района, в крестьянской семье. Здесь прошли его детство и юность. В этих местах определилась его дальнейшая жизнь. С детства любил рисовать. Ну, потом, когда старше встал в школе, меня поддержал Алексей Константинович Замятин. Я всегда его имя произношу, во-первых, который поддержал, который направил. Алексей Шалаев учился на живописно-педагогическом отделении Пензенского художественного училища имени Савицкого, а после преподавал в этом училище специальные дисциплины. Уникальный художник был верен традициям реалистической художественной школы. Его кисти подвластны различные жанры изобразительного искусства – пейзаж, натюрморт, самые известные полотна Алексея Шалаева, девушка в голубом сарафане, портрет матери Назарии, дворик Пензенского художественного училища, материнство, тихий свет. С необыкновенной теплотой и трепетом создает он женские персонажи. В этих картинах разлит свет особой доброты, любви и нежности. Действительно, в основе творчества Алексея Шалаева лежит любовь к жизни и человеку. Именно поэтому оно так близко и понятно каждому из нас. Надо любить то, что пишешь, любить свое дело и быть искренним. Вот и секрет. Его работы выставлялись в Государственной Думе и Совете Федерации, Союзе Писателей России, во многих городах страны и ближнего зарубежья. Картины Шалаева хранятся в художественных музеях России, Белоруссии и частных собраниях во Франции, Италии, США и Германии. Художника не стало в феврале этого года. Последние дни жизни он провел в своем родном селе Селищи. Театр — это особая магия, особый инструмент, который способствует нравственному воспитанию личности. Он учит чувствовать и сопереживать, формирует в человеке такие качества, как доброта и милосердие. Направление иммерсивных спектаклей только удваивает эффект от постановок. Окунувшись в процесс, зритель чувствует особую энергию, передаваемую от артиста с удвоенной силой. Молодежная общественная организация «Рост» выиграла проект «Иммерсивный театр под фонарем». Он разработан с целью продвижения традиционно-нравственных ценностей среди детей, подростков, молодежи и взрослого населения Розаевского района с помощью современных форм искусства. Все репетиции проходят в каворкинг-центре «Молодежь.Про». Этот театральный проект осуществляется вместе с молодежной организацией «Рост» на базе молодежного центра и осуществляется он довольно успешно. Проект делится на три основные части – создание актерской любительской группы и трех постановок, открытые показы спектаклей и подведение итогов проекта на завершающем мероприятии. Принцип открытой сцены позволяет театру быть общедоступным и охватить большую аудиторию. Три основные постановки будут разные по жанрам и тематике. Стоит отметить, что все постановки будут показываться на безвозмездной основе на общественных площадках Розаевского района, в том числе и в детских оздоровительных лагерях. По итогу проекта с 3 июля будет организовано несколько открытых показов спектаклей, зрителями которых станут разновозрастные жители. Далее будет организовано итоговое мероприятие – «Круглый стол» с привлечением почетных гостей и партнеров. А теперь интересная информация из районной прессы. Газета «Знамя» сообщает, что на центральной усадьбе села Отрадное в Чамзинском районе появился новый детский городок – площадка с песочным покрытием, на которой разместились красочные качели, горки и другие игровые элементы. Современный детский городок в Отрадном был построен благодаря участию Чамзинского района в программе «Комплексное развитие сельских территорий». На приобретение игрового комплекса было выделено 600 тысяч рублей. Еще 260 тысяч рублей выделило крестьянско-фермерское хозяйство. Строительство прошло в короткие сроки. В начале июня приступили к работе, и вот площадка уже готова. Теперь досуг маленьких жителей села стал гораздо приятнее и разнообразнее. Каждый день с утра и до самых сумерек здесь полно ребятни. В городке собираются и взрослые, мамы гуляют с малышами. Сельчане не скрывают радости. Очень приятно слышать детские голоса и ощущать, что село живет. Хотелось бы, чтобы такие игровые комплексы были в каждом селе, в каждом дворе городских поселений, пишет газета «Знамя». Большеберезняковская газета «Присурские вести» рассказывает о доме конюха в селе Паракино. Идея его создания витала в мыслях энтузиастов давно. Лошадь – очень умное и преданное животное. В традициях мордовского народа заложено уважительное отношение к нему. Появлению дома конюха предшествовала целая история. Много лет назад большой любитель лошадей Вячеслав Пивкин купил на Ичалковском племзаводе лошадь Стрелку, но вскоре заболел, и ее пришлось продать. Прошло время, беды миновали, мужчине предложили поработать в доме конюха. Вспомнили о Стрелке. Ее искали по всей республике и нашли на ипподроме. Стрелка сразу признала друга. Теперь человек и животное не расстаются. Вячеслав Александрович нежно заботится о своей любимице. В доме конюха и соответствующая обстановка. На стене висит сбруя на все случаи жизни. Во дворе обустроен теплый загон. За домом – вольный выгон. В ряд стоят телега, сани, рыдван для выезда. В любое время года Стрелка готова пройти по селу в упряжке, покатать гостей. Городские жители часами наблюдают за ней, кормят с руки. Между Мордовским государственным педагогическим университетом и Троицким храмом в селе Адашево Кадошкинского района давно установлены тесные связи. В газете «Возрождение» можно прочитать о том, что в июне храм посетила очередная группа студентов этого вуза, которые познакомились с историей церкви и оказали посильную помощь в благоустройстве территории. Павел Назин провел для ребят экскурсию по храму, в котором за 150 лет существования сохранились уникальные старинные иконы. Подробно рассказал об истории прихода и познакомил с его святынями. Получив благословение на предстоящий труд, ребята принялись за уборку. Совместными усилиями быстро удалось очистить территорию от скошенной травы и березовых веток, оставшихся после празднования Святой Троицы. Побывали будущие историки и на могиле педагога, фольклориста, краеведа, просветителя мордовского народа Николая Петровича Барсова, которая находится на территории храма Михаила Архангела в селе Паёва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова